Сейчас доступна, пожалуй, лучшая карта целый год без процентов. Покупаете что хотели, возвращаете за год и не переплачиваете ни копейки. Хотели бы такую выгодную карту бесплатно для себя? Хотел бы. Так, секунду, подождите. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Алина, я буду помогать вам отправлять заявку на кредитную карту год без процентов. Подскажите, у вас имеются текущие просрочки по кредитам? Нет. За последние 30 дней подавали заявку на карту от Альфобанка? Нет. А на бирже труда за последние три месяца не становились? Не женат. На бирже труда за последние три месяца не становились? Какая информация вас интересует? Сможем ли мы отправить заявку на кредитную карту от Альфобанка? Наверно сможете, я не знаю. Вы остановились на бирже труда за последние три месяца? Какое это имеет значение? Потому что если вы остановились, то мы не сможем отправить заявку. Вы на слово поверите или проверять будете? Нет, не проверяем. Ну, тогда напишите, что не остановился. Хорошо. Скажите фамилию и имя отчества. Иванов Иван Иванович. Номер телефона указывает тот, по которому мы сейчас с вами разговариваем? Да. Хорошо. Секунду. Серийный номер паспорта. Вы у меня спрашиваете серийный номер паспорта? Да, все верно. Ну, я такую информацию по телефону не даю. А что, может произойти, если вы продиктуете данные? Ну, это персональные данные. Вы потом можете использовать их как-то не так, как не надо. Без оригинала паспорта и вашего присутствия паспортные данные в корыстных столетях использовать невозможно. Ну, почему невозможно? Возможно. Можно взять кредит. Нет, кредит тоже проверяется вместе с человеком и с паспортом. Есть сайты, где можно внести все данные. и получить кредит. Вы знаете, как это делать? Да, я знаю. А вы не знаете? Нет, не интересуюсь данным вопросом. Подтверждение оформления договора только приходит смс-сообщение на номер телефона и все. Хорошо, но мы работаем в соответствии с законом персональных данных. Ну, я-то не могу знать, кто вы, что вы. Вы представились там как-то, но я ж не могу проверить, кому я сейчас буду диктовать персональные данные. Ну, вы до этого еще разговаривали как раз таки с предыдущим сотрудником, который вам должен был рассказывать про карту, и не переключили на оформление, как вы уже поняли. Ну, мне спросили нужно, я сказал нужно и переключили к вам все. То есть, вы не знаете условия карты? Ну, что, год без процентов. Ну, вот это все понятно, но оформляйте. Зачем мне вам сообщать персональные данные? Потому что даже в отделении, либо же в приложении у вас будут запрашивать паспортные данные, так как вы не являетесь клиентом Альцебанка. А если бы вы являлись клиентом Альцебанка, тогда бы паспортные данные не потребовались. Ну, может быть, как-то на сайте можно у вас оформить не по телефону? Да, 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 конечно. На сайте в отделении можете отправить заявку, просто, как правило, суперяторам намного выше одобрения и занимает меньше времени. Ну, лучше уж наверняка. А так, да, вы можете в приложении. А как приложение называется? Ну, как Альфа-банк. Но сейчас, если оно недоступно в App Store или в Play Маркете, то оно называется по-другому. Там новая версия русская вышла. А на сайте? Обновление. На сайте? Ну, оформить через сайт можно? Через сайт тоже можете отправить заявку. Но вам там потребуется, опять же, скачать приложение, вам скажут. Ну, понятно, скачаю, значит. Хорошо. Что еще? Вопросы у вас еще имеются? У меня нет вопросов. Хорошо. То есть, отказываетесь от дополнения с оператором? Ну, я не передаю персональные данные по телефону. Это, мне кажется, неправильно. Ну, ничего же не может произойти, если вы сами не присутствуете. Как не может произойти? Кругом по всей стране мошенники обманывают людей, получают персональные данные и дальше производят хищение денежных средств, оформление кредитов и тому подобное. Ну, вы как будто первый день замужем. Причем тот первый день замужем? Какая-то неудачная шутка. Так это не шутка, это факт. Странный факт. Ну, ладно. Всего доброго, до свидания. До свидания. Здравствуйте. Как обычно, приветствую. Да. Я хотел уточнить у вас, вы что, сегодня ели на ужин? Да все нормально, ждал вашего звонка. Давайте прождаемся. Прямо ждали? Я не верю, что вы ждали. Ну, как не верите? Я каждое воскресенье жду. Ну, почему вы сегодня с утра мне не позвонили? А вы не звоните. Так сегодня понедельник же. Ну, вот я про это и говорю. Все воскресенье ждал, а вы в понедельник звоните. Как-то неинтересно. А почему воскресенье ждали? Никто же не обещал вам. Я не обещал, что воскресенье ждали. Нет, нет. Ну, вы обычно в воскресенье звоните, как можно ранее, чтобы разбудить меня, так сказать, чтобы настроение мне поднять. Вы же говорили о том, что... Ну, как нет? Да и какое воскресенье? Ну, ладенько, давайте. Что там, что вы хотели рассказать? А вы вообще, ну, говоришь, что на ужин ели. Вот я это хотел. Единственное, что узнать, меня прямо волнует. Всю жизнь меня волнует. Что вы сегодня ели на ужин? Что ел, да? Да. Сейчас скажу. Ел сегодня яичницу. Ага. Ну, это утром, наверное, да? Не, вы же про ужин спрашиваете. А, яичницу на ужин. Вот недавно просто только пришел, просто по делам ходил. Ага. И как бы некогда было даже нормально присесть, нормально покушать там. Ну-ну-ну. А у вас как дела? Как день прошел? Кому звонили? Да вообще ужасный день прошел. Представляете, люди не общаются сегодня вообще. Ну, может быть. Никто не хочет общаться. Не хотят. Так вы ко мне чаще звоните, давайте пообщаемся. Я вообще вам предлагаю, давайте стрим устроим. Как вы на это смотрите? Ну, можно, конечно. Но как-то не все равно. Я же работаю все-таки. Какой стрим уж мне на работе? Ну, давайте выходной какой-нибудь. Вы же в воскресенье звоните, значит, как бы можно в воскресенье это сделать. Мы вообще каждый день работаем. У нас вообще без передышки. Нас так система сильно долбит, короче, прям невозможно. Ну, тем более, говорю, вы преподнесете свою, скажем так, работу, чем работаете, чем занимаетесь, расскажете. Я себе на YouTube-канале выложу. А у меня, понимаете, уже 30 тысяч подписчиков сегодня. Так что, видите, прогресс идет. О, да, конечно. Прекрасно очень, рад за вас, на самом деле. Нет, серьезно, говорю, давайте сделаем стрим, пообщаемся нормально. А на какую тему общаться-то будем? Ну, я, допустим, буду вас задавать вопросы, как интервью, которое берет человек, как он называется. Я просто не могу его выговорить. Ну, короче, интервью... Да, хрен с ним, пускай будет журналист. Короче, я буду вам задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. Ну, прикольно, наверное. Ну, не знаю, мне, наверное, на работе другая же это. Ну, да вы проконсультируетесь. Ну, можно, конечно, да, в принципе, идея-то хорошая. Я могу заранее вам сказать примерно, в какой тематике я буду задавать вопросы для того, чтобы вы хоть как-то были готовы. Ну, конечно, можно посмотреть, в принципе-то, почему нет. Я же буду коварные вопросы задавать. Ну, ладно, проблем, ответим на то все. Чтобы вас вывести, так сказать, из равновесия, чтобы вы там что-то не то сказали, чтобы я хайпанул на вас. Ну, слушай, а прибыль тогда пополам поделим, да? Да сейчас же нету прибыли от Ютуба. Чисто, как это, ну, эго свое там потешить, самолюбие и тому подобное. Лишних подписчиков. Так вы делаете рекламу, там, один из бед вот хорошо рекламируется. Ну, сейчас, видимо, я не настолько интересен с 30 тысяч подписчиков. Ну, у вас же, наверное, этот контент-то вообще крутой. Ну, людям нравится. Ну, вот, почему бы и не снять, ну, почему бы, то есть, рекламу не предложить. Предложите сами, будьте инициатором этого. Посмотрите. Так давайте вот в стриме я вам и предложу, почему. Может быть, мы там так договоримся, что в итоге решим вашу рекламу у меня в какой-нибудь ролике вставить. Нашу даже рекламу. Ну, а почему бы нет, если вы хорошо презентуете свою деятельность? Ну, конечно, да, но с другой стороны, как бы, зачем нам рекламу? У нас просто все хорошо с рекламой, за счете? Ну, этого я точно не знаю, как у вас, хорошо или не хорошо. Ну, да. А я сегодня на завтрак кушал творог. Вкусный, с сгущёнкой, знаете. Так а бывает же, как с детства, то есть с сгущёнкой кушал творог. Да, я люблю творог. Да, я люблю творог. С молоком, с сгущёнкой там. Да. Это все нормально. Да, с молочком, с молочком особенно вкусно. А молоко какое, магазинное или какое, из холодильника или теплое? Сгущённое? Не, не. Которым запивать. А, ну, у меня обычно из магазина. А, понятно. Ну, все хорошо. Мне, Владимир, к сожалению, идти надо. До свидания. Ну, всего хорошего. Вы рассмотрите мое предложение насчет общения через видео. Ага. Все хорошо. До свидания. Хорошо, посмотрю. Ага. До свидания.